В Екатеринбурге состоялся конкурс профессионального мастерства среди специалистов по монтажу и измерениям волоконно-оптических кабелей связи, ведущего интернет-провайдера «Ростелеком». На оптический батл съехались лучшие кабельщики-спайщики со всей Свердловской области. В соревновании приняли участие 8 бригад в составе 16 человек – из Нижнего Тагила, Каменско-Уральского, Первоуральска, Краснотуринска, Артёмовского и Екатеринбурга. Команду Артёмовского представляли Алексей Дружинин – кабельщик-спайщик линейно-технического цеха Артёмовского района, Максим Гончаров – инженер электросвязи из города Туринска и Сергей Александров – начальник линейного участка транспортного АЦТЭД Екатеринбургского филиала «Ростелеком» в городе Артёмовский. Состоял в судейской коллегии. На конкурсе происходил монтаж оптической муфты и также измерение и проверка теоретических знаний. Эти конкурсы проводятся для того, чтобы выявить действительно лучших из лучших, но и также в виде учёбы и передачи опыта между сотрудниками нашей компании. Первым практическим заданием конкурса был монтаж оптической муфты. Такие муфты используются для сращивания строительных длин, волоконно-оптических кабелей связи, магистральных и внутризоновых линий связи. Конкурсанты должны были не просто зачистить и сварить каждое волокно в оптическом кабеле с помощью сварочного аппарата, но и уложить сваренные волокна в кассету, размещенную в муфте, а затем произвести её герметизацию с помощью термоусадочной трубки. За каждой бригадой был закреплён представитель судейской коллегии, который непрерывно наблюдал за процессом монтажа муфты и соблюдением технологических требований и правил охраны труда. Вторым практическим заданием конкурсанты производили оценку смонтированной линии связи, проведя двухстороннее измерение линии, определив её длину и проанализировав качество сварки волокон с помощью специального прибора-рефлектометра. Рефлектометр позволяет определить место повреждения кабеля с точностью до метра. После практических заданий участники оптического батла посоревновались в теоретических знаниях основ эксплуатации волоконно-оптических линий связи и правил охраны труда. По итогам конкурса могу сказать, что наша команда выступила очень хорошо, качественно выполнили все задания, которые были предоставлены, получили огромный опыт на этом конкурсе. Была проведена небольшая техучеба для всех представителей этого конкурса. Организация была замечательной, всё было здорово. И, так сказать, именно конкурс профессионального мастерства прошёл. Команды из Артёмовского представляли лучшие мастера своего дела, которым конкурс, безусловно, понравился. Мероприятие проходило в течение двух дней, но сам конкурс, монтаж муфты длился. Наша команда выполнила за 1 час 52 минуты. Плюсом измерения параметров смонтированного кабеля 20 минут. Ну и теоретическая часть 30 минут выделялась. Наша команда выполнила первую задачу, самую первую. Соперники отстали от нас минут на 30. Несмотря на опережающие темпы и качество выполненных заданий, команда из Артёмовского заняла почётное второе место. Как отметил один из конкурсантов, не хватило артёмовцам опыта участия в мероприятиях такого масштаба. Не хватило немножко опыта участия в соревнованиях такого уровня. Я вот участвую первый раз на таком уровне. Прошедший конкурс очень понравился. Понравилась организация конкурса. Есть к чему стремиться, но есть желание выступить лучше и занять первое место. В рамках церемонии награждения директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» Вадим Макаров отметил, конкурсы профессионального мастерства помогают не только выявлять лучших, но и повышать эффективность работы. Делиться опытом – и это важно. Ведь «Ростелеком» работает с передовыми технологиями связи. Соответственно, специалисты компании должны иметь высокий профессиональный уровень. Заняв второе место, команда из Артёмовского не намерена останавливаться на достигнутом. Ведь есть возможности и потенциал показать свой профессионализм. Причем не только на региональном уровне. Думаю, что на будущий год постараемся занять первое место и тогда уже выйти на Уральский регион, а далее и в Москву.